Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если вырывать из контекста некоторые законы, некоторые аллахот, то они могут казаться очень вызывающими, очень, может быть, антигуманными, но это на первый взгляд. Люди купили квартиры, машины, сделали себе карьеру, а то, для чего мы на самом деле приехали, в большинстве своем не произошло. Только единицы счастливых людей, таких как я, как наш курс, это получили, понимаешь? Хай ему уже сильно за 60, но он первенец. И дочь Элеонора решила, что его необходимо выкупить. Если вы никогда не слышали об еврейском обряде выкупа первенца, не удивляйтесь. Обряд этот довольно редок, но зато он один из самых древних в иудаизме. Несколько тысяч лет назад наши предки поняли, что вместо того, чтобы посвящать младенцев мужского пола Господу, или, проще говоря, приносить их в жертву, можно заплатить выкупу. Хай ему и его внуку Аркадию, тоже первенцу, символический выкуп в размере пяти серебряных сиклей, достался за символическую сумму в 90 шекелей. Торг в данном случае неуместен. Внук и дед, без лишних препарательств, отдали сикли коэну. Я желаю своему сыну быть евреем и чувствовать себя евреем, и понимать, что это очень большой подарок нам дан вообще жить в Израиле. Счастливая мать и дочь Элеонора – одна из учащихся курсов, которые специально для русскоязычных репатриантов проводит институт ИТИМ. Цель программы – посвятить представителей русскоязычной общины в тонкости еврейских обрядов и традиций. Участникам рассказывают, что стоит за бюрократическими процедурами, которые способны омрачить радость бракосочетания и усугубить тяжесть развода. В дальнейшем, как надеются организаторы курсов, эти люди сами будут нести свет традиций в умы и сердца своих соотечественников. Разумеется, их труд не будет безвозмездным. Наша программа не стремится кого-то заставлять что-то делать. Тот, кто хочет гражданский брак – пожалуйста. Мы не собираемся навязывать свою точку зрения, свое мнение. Мы хотим помочь именно тем людям, которые заинтересованы в этом. О, Господи, держи меня в ладонях, как хорошо и как уютно в них. Элеонора – актриса кукольного театра. Ей часто приходится выступать на днях рождения, бары батмитцвах, ханукальных и новогодних вечеринках. Она говорит, что в последнее время получает гораздо больше удовольствия от Хануки, чем от Нового года. Дети наши еврейские, они очень стесняются зайти в Бэткнессе, они стесняются носить кипы. Они знают, что они евреи, они любят свою страну по-своему. Но что касается еврейства как такового, у них вызывает стеснение, недоумение. Знали ли вы, что во время он, астрактивого мужа, отказывавшегося давать жене развод, судьи Равинатского суда нещадно поколачивали, пока он не мирился со своей участью? Беда в том, что законы, считавшиеся прогрессивными 2000 лет назад, с тех пор почти не изменились. Об этом на курсах тоже рассказывают. А вот и отрывок из документального фильма, который просматривают участники проекта. Фильмы о женщинах, чья жизнь застыла на месте. Они годами не могут получить развод. Среди посетителей курсов есть женщина, которая сама на протяжении двух лет была вынуждена ждать развода в Равинате. Далеко не все учащиеся курсов святы блюдут кашрут. Кое-кто успел столкнуться со всеми превратностями Гиюра. И все же эти люди решили посвятить значительную часть своего времени и сил приближению, нет, не к религии, а именно к еврейскому укладу жизни. Ам Исраиль хай. Это говорит о том, что мы живем правильной жизнью. Вот лично мне, Элеоноре, вот это дает такое ощущение, что я не просто человек, не просто женщина, не просто актриса, а что вдруг мне такое счастье принадлежать чему-то огромному, космическому. Вот такое у меня ощущение. Элеонора считает, что жить в Израиле, будучи оторванным от еврейских духовных корней, значит быть несчастным. Смогут ли выпускники программы Института ИТИМ сделать кого-нибудь из наших соотечественников немного счастливее, пока неизвестно. Но одному человеку, самой Элеоноре, программа уже подарила несколько трогательных моментов. Видимо, это и есть еврейское счастье. ВОЛНОЕ 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 ВОЛНО